Здравствуйте, я Лилия Игликова. Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте ввела режим карантина в Нур-Султане и Алматы с 19 марта. О том, как все будет, говорим с политологом, членом НСОД, членом Общественного Совета города Алматы Маратом Шибутовым. Марат, здравствуйте. Здравствуйте, Лилия. Здравствуйте, все зрители. Уже через несколько часов, в 0-0 часов, карантин вступает в силу. Что означает это для алматинцев и жителей столицы? Как все будет? Что известно уже на этот момент? Ну, жителей столицы я не буду торговать, у них там своя ситуация есть, у них свой Общественный Совет. Скажу про алматинцев. Ну, во-первых, не будут работать детские сады. Рестораны, Общепит будет работать на доставку, на это. ТРЦ будут закрыты, торгово-развлекательные центры будут закрыты, кроме супермаркетов и аптек. Потом дальше вещевые рынки будут закрыты, продовольственные рынки будут сокращать время работы. Потом, там, где можно, людей приведут на дистанционный режим, я, кто в офисе работает, госслужащих в том числе. Потом дальше у нас не будут летать самолеты, ходить поезда, в смысле ни туда, ни сюда, чтобы не разнесли заразу. Будут ставить блокпосты на этом. По-моему, будут эти... Автобусы тоже не будут летать, то есть мы в карантине. Определены ли сроки, до какого времени? Это зависит от эпидемиологической ситуации. Сейчас у нас 15 человек. Нет, подождите, так, еще двое добавилось, да, двое добавилось. Сейчас 35 человек по Казахстану и получается 17 человек по Алматы. Уже посмотрят, как дальше, если дальше, там где-то около 760 было на домашней самоизоляции и 700 с чем-то было где-то в провязанных центрах, да. Я думаю, что если посмотрят, если не будет дальнейшего распространения инфекции, с чего я тоже думаю, что так и будет, да, то где-то, ну не знаю, недели-две где-то, может быть, подержимся и все. Ну а вообще, как вы видите эту ситуацию? Люди, которые находятся на карантине, а их достаточно много, помещаются в общие палаты, а несколько человек, это же, в принципе, противоречит здравому смыслу. Если кто-то один, если у одного человека проявится коронавирус, то... Ну, во-первых, надо понимать, что они же там не обнимаются же и не целуются же, да, и не вступают в обмен различными слизистыми этими поверхностями. И все-таки дистанция в 3 метра не сохраняется? Ну, там же все равно идет, во-первых, постоянно поветривание, обеззараживание и так далее. Я не думаю, что это так сильно будет уж распространяться. То есть, плюс они же постоянно под присмотром врачей. На самом деле, как бы, вот, хотя говорят, что 14 дней, в принципе, инкубационный период. Но, говорят, вот Бектанов недавно сказал, что появляется и через 5 уже. То есть, в принципе, это 14 – это максимальный срок. Ну, будем сказать, от 5 где-то до 14 дней. То есть, я думаю, что через некоторое время их начнут отпускать, и все будет нормально. То есть, сразу выявится, кто болел, кто не болел. Плюс не надо забывать, что коронавирус все-таки по-разному сказывается на людях. Это же все-таки такое ОРВИ фактически. Плюс есть разные формы. Кто-то в легкой, средней, тяжелой. Может, он в легкой форме перенесет и даже не будет никого зараживать. Но вообще, конечно, чтобы не допустить распространения коронавируса по стране, нужно знать о нем основное. Это действительно время инкубационного периода, это способы распространения и надежные способы защиты, наверное. Вот, например, такой вопрос. Вы говорите, что рестораны будут работать на доставку. Через продукты питания возможно заражение вирусом? Нет. Он неустойчивый. Я говорю, что в основном идет через слизистые. То есть через продукты это не получится заразиться фактически. То есть он столько не выживет. Плюс надо понимать, что, допустим, маски, они бесполезны. Помогут против вирусов, потому что маски, они против бактерий. Бактерии большие, вирус маленький. То, что через маску не проходят бактерии, но вирусы спокойно проходят. И в ту сторону, и в эту сторону. В смысле есть, конечно, маски, через которые вирусы не проходят. Но они очень дорогие, они больше похожи на противогаз. Раз. Смысла их носить я тоже не вижу, в принципе, на это. Но если кто хочет заказать маски, вроде сейчас есть, установят сейчас единую цену на маски, это раз. Во-вторых, там уже народ там сам начинает шить. Вот, допустим, Бакателадласе, это центр многодетных матерей. Вот сейчас они начинают брать заказы на пошив масок. Специальные многоразовые маски, которых можно стирать потом и носить. Но эта маска, это в основном психологическое, так скажем, успокоение для того, кто носит, для того, кто рядом с ним, типа, вот, все нормально и так далее. Почему-то не только маски, но и туалетная бумага. Мы обратили внимание, что это те товары, которые скупают в первую очередь. Я не знаю почему, но, во-первых, лучше купить мыло и спирт. Потому что, или, допустим, гораздо лучше действует против вирусов, как санитайзер, это, допустим, мирамистин, хлопогексидин и так далее. Он, вообще-то, против, там, половых инфекций, да, но там герпесы, эти, там, всякие вирусы, поэтому он лучше этого. То есть, протеряйте руки и это будет лучше, чем это. Марат, как к члену общественного совета города Алматы. Да. Спекуляция масками, как-то кто-то контролирует это или нет? Ну, я думаю, что, во-первых, такого понятия спекуляция, в принципе, вообще нет. У нас же нет такого понятия. Это раз. Понятия, может быть, и нет, но явление есть. Ну, явление есть, да, но я же сказал, во-первых, маска, она не спасает, это раз. Во-вторых, там будет единая цена и в вводе, как бы, там дополнительные поставки будут. То есть, Бехтанов обещал. То есть, в рамках одного города это решить пока невозможно. В город вводится военная техника. Ну, как вводится она и так есть просто, в смысле. Подтянута, да. Схемы расположения блокпостов уже есть в свободном доступе. Пограничная служба КНБ тоже уже разъяснила, на кого не распространяется ограничение на въезд, выезд с территории. Да, это те, кто заранее там возвращается, и те, кто имеет вид на жительство и на станции, дипломаты там и так далее, и так далее. То есть, ну, обычные карантинные эти. Это что касается масштабов страны, а что касается масштабов города, пока вопросов очень много. Например, если человек живет в пригороде, работает в городе, Нужны ли какие-то удостоверяющие документы? Да, как раз самое смешное, что адресные спавки отменили. Ну, да, в принципе, потому что, допустим, у нас есть много районов, которые находятся на самом деле в городе, вот особенно присоединенные, а ездить надо через область в тот же самый город. Да, и получается, как ты выехал из города, и не можешь ни туда, ни сюда, да. Это очень такая интересная ситуация. Ну, я не знаю, пока я не увидел того, объяснение того, как вообще будет проводиться контроль, будут ли все... Где-то вот говорят, что... Ну, там, где, помните, вот на блокпостах, да, вот в этом плане нарисованы красные линии, да, там уже бетонки поставили, в смысле, заградили. Там будут пропускать, получается, машины, только грузовики с продовольствием, с лекарствами, так и так далее. Ну, вот я говорю, то есть непонятно, как делать, допустим, вот с этими микрорайонами, да, которые расположены на... Как анклавы, да, на этом не очень понятно. Не очень понятна вот эта оговорка министра МВД, который он вчера сказал, что в пригороде кто работает, он может... А как мы узнаем, кто в пригороде живет и работает в городе? Он должен спавку с работы носить, где-то должен получать пропуск, ну, пока вот этот вопрос, он висит... Он вообще-то больше не на Акимате, а на МВД, но МВД у нас пока ничего не разъяснило. Адресных справок у нас нет, в принципе, сейчас. Насчет документов с работы пока еще никакой информации не озвучено. Получается, что техническая часть вообще никак не продумана, если информации нет. Ну да, я подавал у себя в телеграм-канале, там, в фейсбуке, там, боты, которые там... Возможно, вот мы пока сейчас говорим, возможно, какая-то информация уже появилась. И даже если какие-то решения будут приняты по этим вопросам, у нас же очень много самозанятых, у нас есть люди, которые живут не по месту своей прописки. А вот с ними, ну, что делать? Надо было оформляться. Это карантин, понимаете? Тут же такая проблема в том, что просто у нас люди забыли, что такое карантин, потому что последние эти были уже в советском периоде. У нас никто даже из управленцев высшего звена не помнит, что такое чрезвычайное положение на всю страну, потому что у нас оно ни разу не вводилось. Плюс у нас никто не помнит, что такое карантин. То есть управленцы с этим сталкиваются в первый раз фактически. То есть это очень новое для всех, и как обеспечить это, пока не очень понятно. Этот вопрос больше из политической сферы. И вы, конечно, обратили внимание, что в Фейсбуке идет бурное обсуждение этого момента. Многие утверждают, что решение ввести вообще режим чрезвычайного положения в стране это сильный ход со стороны действующего президента. и добавляет ему твердость занимаемой позиции. Согласны ли вы с этим? Ну, я бы так сказал бы... Ну, тут сложно очень сказать, потому что надо понимать, что у чрезвычайного положения, особенно в карантинов, есть социально-экономические последствия. потому что, вот допустим, что будут думать о том, что происходит люди, которые работали в кинотеатрах, да, или в ТРЦ. Это тоже вопрос... То есть я бы так сказал, что введение чрезвычайного положения это не очень вынужденная мера и очень, так скажем, рискованная для высшего кого-то со стороны. Потому что все забудут, что была опасность, но никто не забудет, что у него он лишился работы. Понимаете? Благодарности-то у нас нет у людей. Никакой. А вот вспоминание о том, что у него там бизнес разорился, это он будет вспоминать всю жизнь. Понимаете? Ну, что опасность? Наоборот, как раз то, что не будет опасности, да, вот за счет карантина, не распространится, они все скажут, а-а-а, оно и так бы не распространилось. Ну, мы же не знаем. Бизнес может разориться у того, у кого этот бизнес есть. Да. А у многих людей есть семьи, есть дети, которых нужно кормить. И нет официального места работы. Что делать им в такой ситуации? Вообще, мне интересно, вот в этой ситуации, где члены Мажелиса, почему они сейчас, ну, собственно, меня это не удивляет, но для них это возможность показать себя, проявить себя хоть как-нибудь. Ну, они в карантине же. Они же теперь не смогут выехать. Они же все так же сидят, как и мы в карантине, теперь никуда не смогут поехать. Мы вот тоже будем сидеть тут, и в городе никуда не выйдем. Объявлено, что в городе будут работать колл-центры по коронавирусу. Да, 14.06. И еще объявили, что будет колл-центр полиции сегодня утром. Ну, я там у себя номер вывесил. То есть он будет работать и так далее. Плюс еще добавился телеграм-бот транспортного холдинга Алматы. Он будет говорить о работе общественного танца. Потому что там тоже будут маршруты меняться. Точнее, не меняться, а их время. Для того, чтобы, ну, там, я думаю, будут немного сокращены маршруты. В смысле, вот, ночью же это, чтобы люди не ездили. Но при всем при этом, при вот такой вот видимости проводимой работы, да? Люди жалуются на то, что нет достаточной информации, куда все-таки обращаться в случае риска заражения. Но люди, звание оттуда им говорят, обращайтесь в поликлинику. В поликлинике, оказывается, тоже из поликлиники врачи неохотно выезжают на вызов при угрозе коронавируса. Ну, вот такая ситуация, еще такая подвешенная немножечко. Ну, тогда надо жаловаться, обратно в 14.06 звоните и жаловаться на это. То есть, как раз вот сейчас те, кто сидит дома, да? Как раз очень хороший повод освоить электронное правительство. И там писать на всех жалобы, те, кто не работает. Я могу предсоветовать только этот вариант. За неповиновение законному требованию представителя власти в период чрезвычайного положения предусмотрена уголовный ответ, это уже тоже такая информация появилась. Пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана сообщает, что за массовое заражение коронавирусом грозит 10 лет лишения свободы. Ну, понятно, что граждан уже призывают к ответственности, хотя непонятно, что, какие нормы граждане должны соблюдать, как это все исполнять. Нет, вот смотрите, запрещено той, да? Запрещено, значит, нельзя проводить. Все. Допустим, нельзя выезжать, пытаться сейчас вот с завтрашнего дня пытаться убежать из города и так далее. Можно ли выходить детям в магазины? Мы знаем, что рассылки в WhatsApp. Кстати, в WhatsApp пользуйтесь только официальными источниками информации, рассылкам в WhatsApp не верьте, потому что... Но дело в том, что эти рассылки, как раз этими рассылками заполнены школьные чаты. Ну, как говорится, у всей беды одно начало, сидела женщина, скучала. Вот они сидят и рассылают эту всю ерунду. На самом деле, можно спокойно ходить, наоборот, как раз в магазины большие за ненад, ходить в маленькие пусть сходят. И лучше пусть поиграют во дворе, поветриться. На свежем воздухе лучше это все проходит и иммунитет будет сильнее. Говоря о женщинах, которые скучали и вдруг решили проветриться, ну, я... Нет, не проветриться, а написать в WhatsApp всякую ерунду, да, потом... Я хочу привести сейчас немножко другой пример. Госпожа Малдогасимова, которая имеет непосредственное отношение к решению вот этого вопроса. Главный сам врач года Алматы, если кто не знал, да. она, 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 зная об ответственности за нарушение режима, к которому она сама имеет непосредственное отношение, прибыла в Казахстан рейсом из Германии. На этом рейсе, мы знаем, находился человек, зараженный коронавирусом, и она после прибытия в страну тут же начала выходить в свет на какие-то мероприятия официальные. Не, она в Акимат пошла. Неофициальные, но провела брифинг, да. Да, и это. К нам заходила тоже. На днях, буквально вчера мы получили информацию о том, что она еще и предоставила себе премию за активное участие в борьбе с коронавирусом. Поясните, пожалуйста, как такое может происходить? И почему люди, которые должны бы следить за соблюдением порядка, сами его нарушают? Ну, это вопрос, во-первых, к руководителю управления здравоохранения. Я думаю, что это вопрос к руководителю аппарата Акима, который должен... Эти вопросы поднимаются общественниками. Я бы сам... Фейсбук просто бурлит. Бурлит. И никакой реакции. Меня хотели включить совет по этике, да, при агентстве по делам госслужбы и мою... В принципе, моя коллега по обществу это Алтанай Кабеева. Она там тоже была на... Но там я даже не успел поучаствовать ни разу. Нас оттуда исключили в связи с приходом нового руководства и, так скажем, позиции, что если вы находитесь в одном совете, там у нас есть межведомственная рабочая группа по качеству госуслуг. И вы не можете в совете по этике. Был бы я в совете по этике, я бы уже на следующий день после этого уже бы поднял в агентстве по делам госслужбы вопрос о этичности данного поступка, нахождении госпожи Малдогасимова на этой работе и так далее. Но я пока это сделать не могу. Мне кажется, что все-таки здесь речь идет не только об этике. Я процитирую. Административная ответственность установлена за невыполнение предписаний органов санитарно-эпидемиологического надзора, нарушение санитарных правил и гигиенических норм, не повлекшее причинение вреда здоровью, если вдруг все обойдется, здоровью человека, штраф до 5 миллионов тенге. Ну, это вопрос, понимаете, она же первым делом куда пошла на работу? В Акимат? Пусть Акимат сам решит. Это у нее вышло как в этом, типа, если вы заразились коронавирусом, не спешите в поликлинику, сначала зайдите в Акимат, это там и так далее, и так далее. Шутка. Вот она олицетворила эту шутку. Пусть вот сами сотрудники у кого-то Акимата, с кем она вместе сходила, там это, и которые потом узнали. Пусть они сами подумают, как это вообще расценивать с ее точки зрения поступок. Понятно, что этот случай сейчас очень обсуждается, он просто потому, что всплыл на поверхность, его подняли общественники, а вообще он, конечно, не единственный. И вот в этой ситуации как бы вы оценили действия государственных чиновников, действия тех структур, которые должны бы сейчас проявлять активность в решении этого вопроса, и что делать людям? я так скажу, я же уже сказал, что у нас опыта такого этого не было, никогда. Поэтому, ну, возможно, ошибки, причем со всех сторон. Потому что многие говорят, а зачем вообще чрезвычайное положение, зачем, допустим, вообще карантин, там, может быть, за это, может, ну, авось пронесет. Марат, у нас чрезвычайное положение из-за коронавируса впервые, но ведь были у нас и другие чрезвычайные ситуации. Нет, у нас были местные чрезвычайные чрезвычайные положения местного это. Ну, допустим, землетрясение в Луговом, там сели, проходили, наводнения, козелогаши. Они маленькие же были, они просто маленькие были, они касались, допустим, районного центра, но в основном поселков. Поселков, и поэтому там это было делать легко, но сейчас оно введено в двух городах-миллионниках и тут уж просто, ну, на несколько порядков сложнее задачи, понимаете? Ну, где Луговой и где Город Алматы? Да, поэтому тут я говорю просто вопрос столько, что, ну, невозможно сразу вот сделать это, тем более в этом срочном режиме, потому что есть давление не только на то, чтобы вот, типа, а что вы там делаете, да, а почему, типа, зачем это делать, там еще слишком много, а есть давление на то, что почему вы ничего не делаете, да, почему, сколько же было, говорили, почему у нас нет коронавируса, почему у нас нет коронавируса, да, ну вот и есть, короче, надо что-то делать. Но все-таки, возвращаясь к вопросу, к примеру депутата Мажелиса, приведите мне хотя бы один пример, когда они показали себя на высоте. вот, не помню. Ну, чтобы вот, у нас проблема такая, да, что вот как раз последние годы, когда наступает кризисная ситуация, наступает небольшой такой вакуум власти, все начинают разбегаться и прятаться. и вот кто остался и что-то там делает, он и власть. Но он, правда, потом и получает все шишки. Все, кто, кстати, это, разбежался, а вот кто разбежался и спрятался, тот шишки не получает. Он, наоборот, потом выходит весь в белом пальто и говорит, ну что ж ты так не сделал-то? Там ошибся, тут ошибся, там, это у тебя не то, там, и так далее. Ну, ну, что делать? Ну, вот так. Кто, в кризисной ситуации, возможно, ошибки, это надо принять. А у нас, понимаете, в чем проблема вот кризиса вот этих решений? То, что у нас госмашина не понимает, что, возможно, ошибка. То есть, и, соответственно, карает всех подряд за вот эти допущенные. В результате людям выгоднее вообще ничего не решать, ничего не делать, и тогда у них гораздо меньше ответственности, чем у тех, кто что-то сделал. Понимаете? Ну, там, он может на 90% сделал, на 10% ошибся, но его за вот эти 10% ошибок накажут, как за все 100%. Понимаете? Поэтому, видите, это вот такая проблема. Поэтому я призываю все-таки поддерживать в определенной степени решения решения и нашего Акимата, и Минздрава, и МВД, потому что, ну, что делать? Ну, вот так. С другой стороны, надо все помнить, что у нас большая ответственность, у каждого из нас. То есть, ну, хотя бы там, это, дезинфицирующим средством, я вот вечером пойду, это, дверь в подъезде, протру, короче, дверные ручки, перила, и так далее, чтобы, типа, снизить возможность заболевания. У жителей моего подъезда. Мой подъезд, это, как говорится, моя зона ответственности. И так должно быть у каждого. То есть, мы не должны забывать то, что, в смысле, допустим, плеваться. Тоже ведь, мы всегда забываем, что плеваться нельзя не только из-за коронавируса, но из-за у нас туберкулез вообще-то. Туберкулез, почему? Но есть в открытой форме, и есть этот туберкулез устойчивый к лекарствам, которые неизлечимы. Вот, я думаю, что это будет сейчас большой вопрос по, во-первых, инфекционным больницам, по возможности вот этим, осуществления карантинных мер, по оснащению больниц аппаратами искусственных, искусственной вентиляции легких, да, и так далее. Вот по таким вопросам. И плюс по вопросу богослужащим, которые ездят, летают на бизнес-джетах, ездят там в Куршавелле и так далее, вот по ним тоже должен быть большое расследование и должна быть как бы ответственность. То есть, высшая власть, чтобы не быть, так скажем, соучастниками, должны бросить кого-то на съедение. Козел впущения должен быть найден, то есть, тот самый нулевой пациент или там, группа нулевых пациентов и они должны понести свою какую-то моральную и политическую ответственность за все, что случилось. Потому что, я говорю, то есть, потери будут, вы должны все понимать, что экономически как минимум потери будут. И они уже вот идут, они уже есть. И, соответственно, кто-то должен за это ответить. Но не те, кто это делает на это, а те, кто делает сейчас карантин и так далее. А тот, кто завез инфекцию в страну. Понятно, Марат, что эта чрезвычайная ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, будет серьезным экзаменом и для Министерства здравоохранения Казахстана и для государственных органов. Для всей. Для всей системы госуправления, даже, можно сказать, для всей нашей страны тоже. То есть, допустим, простая вещь, да, смогут ли магазины сделать там онлайн-доставку? Да? Могут или нет? Вот так быстро. Могут они перевести, допустим, сотрудников на дистанционный режим? Могут или нет? Тоже непонятно. Могут ли они, допустим, также организоваться, пойти в НПП, взять там форс-мажор, сертифика о том, что у них форс-мажор? Тоже не очень понятно, да? То есть, это на самом деле касается каждого. Ну, и проверка, наверное, для Совета по этике, Общественного Совета города Алматы, в том числе. Не Совета по этике, в том числе. Совет по этике при департаменте агентства по госслужбе, он к нам отношения не имеет. Мы там не участвуем. не на них не на них Но в любом случае мы должны были это проговорить. Да. Ну, как видите, Общественный Совет работает. В смысле, я же вот с вами сижу, да? Мы сейчас отправили премьер-министру список разработанных нами мероприятий по поддержке бизнеса, да? И граждан, которые там работают, да? Специально. Потому что у нас доля ВРФП и услуг в торговле, если вместе взять, получается 60%. Понимаете? И по ним больше всего. Мы сейчас вот, кстати, может быть, скоро опубликуем на нашем сайте письмо это, которое идет премьер-министру. То есть мы работаем, хотя у нас мы тоже нам нельзя собираться, но мы дистанционно работаем. То есть и, соответственно, стараемся сделать все, чтобы мы этот период прошли без потерь, без проблем и так далее. Ждем от вас дальнейшей информации. Ну, я постараюсь, да, то есть все, что как бы я, может быть, посмотрю, там вечером еще, может, прямой эфир сделаю и буду стараться аккумулировать эту и так далее. Мы посмотрим, может быть, через некоторое время посмотрим на реакцию граждан и каких-то это и посмотрим, как можно будет компенсировать какие-то затраты. То есть потому что наверху уже там ну что-то они решают, но я так скажу, когда меры идут сверху, вниз, это одно, а когда мероприятия идут снизу вверх, это совсем другое. То есть у нас на земле, так скажем, понимание все-таки немножко больше ситуации, чем на левом берегу. Там немножко, так скажем, люди изолированы на это. Но плюс экономика Новосултана все-таки отличается от экономики города Алматы и соответственно у нас нужны другие другой набор мер другой набор поддержки. Будем стараться, будем работать, что делать? Ну так случилось. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста. Пожалуйста.